Всем привет, участники. В сегодняшнем видео мы поговорим про то, как рассверливать хотвилсы от этих клипс. И посмотрим, что находится внутри самой модели. Какая детализация и какое качество материал они используют. Начнем. Для того, чтобы рассверлить данные клипсы, я использую шуруповерт и сверло по металлу 4 миллиметра. Это удобно тем, что очень аккуратно можно всю эту верхнюю часть снять. Давайте я вам покажу. Аккуратно наносим, наводим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока я рассверливаю, не забывайте подписаться, ставить лайк и писать ваши комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вытаскиваем ее, точнее расклипсовываем что мы видим? колесики приделанные на такие вот зажимки их легко можно снять можно просто обычный пинцетом просто аккуратненько вверх поднять и они выскакивают также можно обратно их приделать главное будьте аккуратны в том плане, что их можно погнуть лучше сделать по бокам смотрите, бывает, что эти детали часть зажимов бывает тяжеловато входит их можно немножечко, чуть-чуть скажем так эти утики подзагнуть и тогда у нас она легко встанет для того, чтобы не погнуть скажем, саму ось ну, из чего она состоит платформа с клёсиками салон вылетает в один компонент типа стёкла алюминиевый каркас и сам алюминиевый металлический алюминиевый каркас вот вот весь состав данного автомобиля из чего он состоит из раз, два, три, четыре, пять, шесть семи элементов скажем, два колеса нижняя часть к салон стёкла и алюминиевый каркас да, но сейчас мы на примере можем также посмотреть вот на субару есть такие темы что сзади вот как наподобие зажима а спереди только одна клипса также я оставлял сверлом четвёрочкой по металлу и аккуратненько всё углевается даже не задев пластик скажем, вот это тут отверстие также у нас ровненько также у нас состав такой же у нас всё так же каркас стекло рама и колеса с платформы и салон видите, они по-разному отличаются бывает, что хорошо сделана детализация скажем, всякие вот типа элитовыми блоки всякие находятся для ускорения типа этого же BWGTT а обычно гражданские они делают такими стэмпами бывает они заливают весь этот пол целиком есть такие модели у них да, целиком залитые вот и тогда руль вообще очень убого смотрится мне в среднюю часть не попался так я бы вам продемонстрировал вот такие вот залоры вот я вам показал что находится внутри от филса металл салон из пластика колесики с поддоном и стекло само висит 4 компонента из чего оно состоит есть сейчас задаю такой вопрос еще потом как собирать обратную модельку скажем ее так закрепить здесь и здесь я могу вам показать два варианта есть один либо саморезы маленькие либо паксипол ну я часто использую паксипол начнем так чтобы нам сделать более глубокое отверстие я беру сверло 0,08 миллиметров ну почти маленькую и засверливаем небольшую глубину вот получилось ямки эти заметно мы можем либо саморезиком же Желатенько вон шапочку положить, закрутить ее. Да, будьте внимательны, аккуратны, чтобы модельку не сломать, потому что это... Получается, в нем саморезиком, да, закрепили, в принципе, она, получается, машинка не вываливается. Но есть также вариант с фоксиполом. Сейчас вам покажу, как будет выглядеть и весь процесс его. Берем небольшой кусочек, много, в принципе, не надо. Я думаю, столько вот, достаточно будет. Соединяем между собой, тщательно перемешивая, перекручивая. Отламываем. Также вот, скажем так, отверстие мы сделали, и можем ее просто заполнить. Оставьте ее примерно на сутки, желательно. И тогда она лучше схватится. И тогда машинка, она, в принципе, уже никуда не денется. Не отвалится. Если вы любите играть ими. Вот и все. Ну, естественно, для продажи такие автомобили не подходят. Потому что в данный момент, ну, произошло изменение конструкции. Вот. И все. Ездим, катаемся, играем. С вами был Custom78. Не забываем подписываться и оставлять свои комментарии.